Повальная эпидемия Уже людям и за 30, и за 40, и даже больше, и вот такие неожиданные, вдруг, открытия, когда, оказывается, они совершенно узнали, что они не подходят друг другу, причем не просто, причина не в том даже, что увидели, что не подходят друг другу, а большая часть, основная причина в другом, в том, что находит на стороне кого-то, тот улыбнулся, тот и понравился. Если раньше, раньше, я говорю, уже в исторические теперь, скажем, времена, хотя и не столь давние, обычаи жизни народов были достаточно все-таки прочны, и любой развод и распад семьи рассматривался как тяжелые аномалии. Даже я помню при всей своей юности, когда в газетах наших центральных, а не каких-нибудь, например, как «Известия», вдруг появились сообщения, сначала буквально два, три, пять, о разводе в «Известиях», потом десять, пятнадцать, потом двадцать, потом целые колонки, и, наконец, прекратили. То есть, оказывается, совсем недавно начался вот этот, я бы сказал, шквальный процесс разрушения семейных отношений. Что происходит сейчас, говорить не приходится. Беда! Как-то невольно, когда слышишь об этом, то вспоминаются слова Христа. «О род грешный и прелюбодеянный». Основная причина именно в этом – потеря не просто христианских начал жизни, потому что они могут восприниматься, эти начала жизни, просто как некое требование, совне данное человеку, совне. А всё, что даётся совне, легко, ну, не всегда легко, но как бы то ни было, принципиально может обходиться. И обходится это вокруг. Как говорят закон, что дышло, куда повернуло, туда и вышло. Забыли об очень важной вещи, на которой я хочу обратить ваше внимание, поскольку вам придётся с этим соприкасаться буквально постоянно теперь, постоянно. Забыли об одной очень важной вещи, о которой мы с вами говорили, и о которой я сейчас только хочу напомнить. Что дело не во внешнем законе, дело не в обычае как таковом, обычаи могут быть разными – положительными, отрицательными, неважно, какими. Но это всё внешнее по отношению к самой человеку, как к самому. Нужно обратить внимание на другое, на другое. А именно, почему? Почему церковь осуждает это? По каким причинам? Почему рассматривает блуд, прелюбодеяние и вообще всякое незаконное сожительство рассматривает как грех? В чём дело? Что-то потому, что так было, что ли, когда-то? И было, опять-таки, почему? В чём причина? Я обращаю вот на это особое внимание. Представьте себе, что вот здоровое тело – единое тело. И вдруг от него взять и оторвать руку. Разорвать его пополам. Что это такое? Всем понятно? Ну, ладно, приставили как-нибудь, соединили к другому телу, эту руку приставили, прижилась. Что это такое? Опять потом разорвали. Опять приставили, опять разорвали. Блуд и прелюбодеяние – это есть не что иное, как разрыв. Разрыв, разрыв самой сущности, если хотите, человеческой природы. Я говорю, не духовной. Я говорю, здесь не о духовной даже стороне. Я говорю, о душевно-телесной даже стороне. Происходит разрыв вот тех отношений, о которых прекрасно все знали, и которые столь точно выразил апостол Павел и Евангелие, что муж и жена являются одним телом, одним, целостным и неделимым целым. И поэтому разрыв – это все равно, что разрыв живого тела. А к чему он приводит, совершенно понятно. К чему он может привести? К самым отрицательным последствиям для самого человека или для самих этих обоих людей. Разрыв происходит. Почему? Ну и, помните, мы с вами говорили, как очень красочно и сильно, и сильно отец Павел Флоренский в своем столпе дает этимологию понятия «разврат», как «разворот». Разворот в смысле развороченность. Чего-то вот нормального, хорошего, вдруг развороченность такая. Представьте себе великолепного, там, ну, живого человека, прекрасного, статного, красивого, изящного – все. И вдруг разворочить его. В хирурге это прекрасно знают, что такое развороченное тело. Вот это происходит и с человеком, который становится на путь, на этот путь. приводит это к развороченности души. И надо сказать, что обычно такие души не находят в себе полного удовлетворения. Загоняется просто в подсознание то, что было. Это очень опасное дело. Бывают причины объективные, и о них мы с вами говорили, когда рассматривали некоторые пункты социальной концепции. бывают, конечно. Это другое совсем дело. Когда происходит уже, что называется, органическое расторжение. То есть, если хотите, естественное. Но, к сожалению, сейчас в подавляющем большинстве происходит совсем неестественное. И это приводит к настоящей катастрофе. Не просто семейной жизни, а это уже, это уже катастрофа общественная. И никакое общество, в котором семьи находятся в такой, в таком, я бы сказал, зыбком состоянии, никакое общество не сможет устоять. Если это опытные психологи, если наши руководители, действительно, если они психологи и философы, а без философии здесь никуда не обойтись, я уж не говорю богослову, хотя бы психологи и философы. Если они это понимают, то можно себе представить, что нужно применять, что-то нужно делать. Что-то нужно делать. Христианство предлагает, что нужно делать. Человек, который забыл о том, что он здесь не вечен на земле, что земная жизнь является только подготовкой к подлинной жизни. Здесь мы как тени, а подлинная реальность, если хотите, полнота этого бытия откроется именно по смерти. Человек, который в это верит твёрдо, убеждён в этом, понимает, что вечность перед ним открывается, и она будет обусловлена в полную меру тем, как он живёт здесь, такой человек будет совершенно иначе уже относиться к подобного рода вещам. И затем православие показывает, каким образом избегать эти вещи. Как избегать? Глупые ждут, когда уже всё случилось, потом не знают, что делать. Опыт, о котором великолепно пишут святые отцы, которые изучили человека, что называется, до мельчайших тонкостей изучили его душу и все её движения, говорят, что всё начинается с малого. Тот, кто действительно хочет остаться верным, соблюсти целостность своей семьи, он, оказывается, должен быть верным в малом. Что такое верность в малом? Это понятно. Эти вечеринки, эти застолья, эти пьянки, эти танцы, когда все друг с другом, мужчины и женщины, да, начинают... Совершенно понятно, что это такое, к чему это приводит. Даже чисто внешние соприкосновения, не говоря уже о большем, даже чисто внешние, всё это приводит к чему? Всё это разрушает, если хотите, вот эту целостность того единства, которое должно присутствовать в браке. Только верный в малом сможет быть верным и великом. Этого никто не знает. А что особенного? Сходить, пококетничать, посмеяться, пошутить, да, чокнуться, поцеловаться, потанцевать. А что тут особенного, правда же? Что тут особенного? А потом, ах, караул! Что такое? Какое-то, понимаете, какое-то безумие. Безумие. Для нас с вами очень важно, друзья мои, потому что вы обязательно станете на этот путь, когда к вам будут приходить. И вовсе не потому, что будут считать вас какими-то сверхумными или сверхдуховными, а утопающие цепляются и за соломину. Слышите? За что только вот можно. И к вам, как к священникам, будут приходить. И очень важно вот указать на это. Вы хотите сохранить целостность своей теми? Воздерживайтесь, насколько возможно. Вот от такого рода вещей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.